Всем привет! С вами Ветер Севера. Сегодня я расскажу о тактических перчатках и удобстве их использования для различного применения, в том числе и для езды на велосипеде. Рассказывать о тактических перчатках мы будем на примере топовых моделей. Это Hunter, Red Hat и культовые перчатки от фирмы Mechanics, которые так любят военнослужащие различных стран НАТО, в частности, американские военнослужащие, морпехи и так далее. Выглядят они следующим образом. В таких вот фирменных упаковках все поставляются различные. Механики, кстати, более простые, то есть просто пакетик, вот такая вот упаковка. Они как бы говорят сами за себя, то есть им не нужно каких-то понтовых вот таких вот чехольчиков и прочих вещей. Что из себя представляют вообще тактические перчатки? Это очень качественно сделанные перчатки из надежных прочных материалов, имеющие специальное усиление по всем поверхностям, с которыми может соприкасаться рука, которые подвергаются усиленному износу и имеют защиту с тыльной стороны для различных задач, в том числе при падениях, каких-то задеваниях за объекты и иже с ними. Данная модель имеет еще и карбоновую защиту костяшек пальцев, которая может, в принципе, даже использоваться как кастет, ибо это толстый прочный карбон, он действительно серьезно защищает руку. И защита фаланг пальцев, что тоже хорошо, в случае каких-то притираний, с учетом того, что это перчатки предназначены для ведения боевых действий, соответственно, это может быть лес, это может быть какие-то помещения, то есть постоянно какие-то, возможно, задевания, за элементы оружия, снаряжения и так далее и тому подобное. В данном случае такие перчатки можно использовать не только по их прямому назначению, но и в хозяйственно-бытовых и спортивных целях. В частности, как ни странно, они себя весьма хорошо зарекомендовали для езды на велосипеде. Но есть и моменты негативные для велосипедной езды. Это я могу рассказать для тех, кто захочет также использовать подобные модели. В частности, вот в этой модели конкретно негативный эффект в следующем заключается, что рука на велосипеде лежит вот все время в такой позиции, ну, плюс палец на тормозной ручке еще часто бывает, и в случае длительной езды, ну, там, условно, больше часа, вот в этом месте, где вот эта карбоновая защита, начинает происходить усиленное давление на костяшки пальцев, и даже если у вас руки набиты, банальные костяшки набиты, все равно некомфортное ощущение возникает вот в этой области. Поэтому вот именно такую модель для велосипедной езды, кроме каких-то коротких поездок, я бы не рекомендовал. В целом, модель хорошая, модель удачная, зарекомендовала себя хорошо, как удобная, надежная и функциональная. Теперь, что касается механик. В данном случае у меня представлены две новые модели механика. Это топовые их изделия. Я уже на основе имеющегося опыта выбрал модели без жесткой защиты костяшек, при этом с полными пальцами, и хорошей защитой тыльной стороны. Здесь очень хорошее облегание, очень качественные материалы. Вот эта вот толстая, достаточно такая обрезиненная конструкция. В данном случае она никак не мешает, в отличие от вот этого карбона. То есть он никак не передавливает костяшки пальцев. При этом здесь хорошая защита для всех тех же задач. В данном случае даже лучше, чем вот на этих перчатках, потому что есть области, вот их видно, да, которые не защищены. Здесь практически все элементы, которые подвергаются каким-то воздействием, могут подвергаться, отлично защищены. Во всех нужных элементах, благо опыт эксплуатации таких перчаток колоссальны в различных совершенно условиях, в том числе большое опыт ведения боевых действий. Это уже всеочечное ино. Здесь даже хорошо видно, кстати, вот при выпрямленных пальцах, здесь специальная есть свобода при сгибании этих пальцев. То есть вот видно, видите, при выпрямленных пальцах вот эти вот элементы, они специально деланы с припуском. То есть когда у вас происходит какое-то, например, держание оружия, либо велосипедные грипсы, велосипедные ручки, вам удобно, ничего не давит, не передавливает, нигде не мешает. И максимальная защита на всех элементах, которые подвергаются повышенному воздействию с внешней стороны. В данном случае очень удобно, потому что и элементы, которые подвергаются воздействию от окружающей среды и от рукояти оружия, и велосипедные грипсы, они плюс-минус примерно совпадают. То есть грипса вот так у вас лежит, рукоятку оружия вы держите вот так, и в целом вот эта вот защита, она работает во всех случаях. Особенно при переключении. Вот вы переключаете передачи вот таким вот образом, если у вас триггерные монетки. И, соответственно, также вы нажимаете на спусковой крючок, в этих же местах у вас располагаются именно элементы переключения передачи велосипеда. Очень удобная вещь. Ну и расцветки бывают разные. Я вот выбрал вариант в черном цвете и вариант камуфляжный. Расцветки. А сама модель идентична. Потому что, ибо это самая лучшая модель, конкретно вот эта, если кому интересно, можете посмотреть, как это называется. Это самая лучшая модель, на мой взгляд. Ну и одна из самых топовых из механиков. Так что всем рекомендую. Обобщая сказанное, могу сказать, что тактические перчатки вещь очень хорошая и интересная. Не только по своему прямому назначению и для каких-то аудорных мероприятий, но и для велосипедной езды благодаря своему высокому качеству, качеству пошива, качеству материала и функциональности использования. На этом наш обзор подошел к концу. С вами был канал Ветер Севера. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok